Глава 23. Рост населения в будущем. Интерес в будущей численности человечества и желание иметь надежное руководство для соответствующих политических мероприятий чрезвычайно велики, что объясняет изобилие прогнозов, выполняемых правительственными и независимыми организациями. Но история демографических прогнозов учит нас осторожности и смирению. Шаманские прогнозы. 1660 год. Уильям Петти имел дерзость экстраполировать динамику роста населения и предсказал, что к 1842 году население Лондона окажется примерно таким же, как население всей Англии. В 1930-х годах большинство стран Запада тревожило замедление роста населения. С наибольшей тщательностью, проблему изучили в Швеции, где этим занималась группа весьма уважаемых ученых. На рисунок, 23 однопунктирные линии показывают, как они представляли себе будущее. Но все эти обозначенные пунктиром кривые, которые должны были предположительно охватить весь спектр возможных вариантов будущего, оказались существенно ниже того, что произошло в действительности, см-сплошную линию. Иными словами, с точки зрения этих ученых, будущее оказалось куда лучше, чем они могли предположить. Вполне возможно, что сейчас мы относительно мира в целом находимся в точно таком же положении, только на этот раз опасаемся, что численность населения увеличивается чрезмерно быстро. Шведы были не единственными производителями ошибочных пессимистических прогнозов. Состоявший из известных ученых исследовательский комитет при президенте США в 1933 году доложил Герберту Буверу, что «в нижнее подчеркивание нижнее подчеркивание нижнее подчеркивание этом столетии наше население вырастет до 145-150 миллионов человек». На рисунок 23.2 показаны прогнозы, выполненные в 1930-1940 годах лучшими демографами США. Ни один из них не считал возможным, что население США составит 200 миллионов человек к 2000 году, а на деле уже в 1969 году наше население составляло 200 миллионов. Довольно многие прогнозисты полагали, что к 2000 году население США даже уменьшится, что, как мы знаем сегодня, могло бы стать реальностью только в результате грандиозной катастрофы. Все эти прогнозы оказались ошибочными потому, что основывались на экстраполяции прошлых тенденций. Другим источником ошибок был выбор математического выражения для описания процесса демографических изменений. Рисунка 23.3 показывает, сколь неверен оказался прогноз одного из крупнейших математических демографов Раймонда Перла. И эти расчеты были одобрены крупнейшим статистиком Уолкером Шьюхартом. Ошибочность прогноза в 1930-х годах не повысила точность демографических предсказаний. На рисунок 23.4 показан сделанный в 1965 году прогноз, который методом экстраполяции предсказал на 1990 год существенный рост рождаемости, а на деле мы получили сокращение. Даже в 1970-е годы демографы поразительно ошибались в своих предсказаниях численности человечества на 2000 год, то есть всего на 30 лет вперед. В 1969 году бюллетень Госдепартамента США, ссылаясь на данные ООН, предсказал, что в 2000 году численность человечества составит 7,5 миллиардов человек. В 1974 году прогнозная оценка понизилась до 7,2 миллиарда. В 1976 году Рафаэль Салас, руководитель фонда населения ООН, предсказал численность почти 7 миллиардов. Вскоре после этого он снизил оценку, по крайней мере до 5,8 миллиарда. В следующем 1977 году Лестер Браун и его Институт хранителей Земли, тесно связанный с ООН, еще раз снизили оценки населения мира в 2000 году, до 5,4 миллиарда. Уже в 1990 году численность человечества была выше этой величины, для непрофессионала такая ненадежность краткосрочного прогноза, всего на 23 года вперед, когда большинство живущих сегодня будут еще живы, получить разброс оценок в 2 миллиарда, то есть более чем на треть, должна бы быть ошеломляющей. В 1992 году, когда я нишу этот текст, новый прогноз ООН предсказывает на 2000 год численность человечества в 6,3 миллиарда. Следует ли нам, уже знакомым с точностью демографических прогнозов, относиться с доверием к науке прогнозирования? Можно вспомнить и такое. В 1972 году президентская комиссия по росту населения предсказала, что в США, даже если средний размер семьи постепенно уменьшится до двух детей, общее число рождений ни в один год следующих двух десятилетий не будет меньшим, чем в 1970 году. Как же это возможно? СМ-рисунок 23.5. Несложно понять, насколько основательны демографические прогнозы, на которые опираются разработчики демографической политики, в этом случае комиссия оказалась даже не в курсе действительного состояния дел, так что уж говорить о прогнозах. В 1989 году бюро цензов США предсказало, что наибольшей численности в 302 год MLN населения Америки достигнет в 2038 году, после чего начнет уменьшаться. Однако всего лишь через пять лет, в 1992 году, оно же предсказало на 2050 год уже 383 миллиона, но никакого пика населения, разброс оценок составляет 50 миллионов, одну шестую часть от оценки 1989 года. Наука демографического прогнозирования все еще далека от совершенства. Можно только гадать, почему, при столь сомнительных достижениях, правительственные организации вообще продолжают заниматься прогнозированием, в основу которого кладутся догадки о таких абсолютно непредсказуемых вещах, как будущая иммиграционная политика и решение супружеских пар о желательном числе детей. Мы ведь не в силах предугадать, как именно будут вести себя люди в той или иной ситуации. В целом можно подытожить, история демографических прогнозов учит нас подумать дважды или трижды, прежде чем верить катастрофическим предсказаниям будущего роста населения. Вообще говоря, демографические прогнозы делать очень легко, на это способны даже киноактрисы. Мерил Стрип заметила, что в фильмах 1989 года мужских ролей было вдвое больше, чем женских, а затем предсказала, что в 2000 году женских ролей останется только 13%. А еще через 20 лет нас совсем вытеснят с экрана. Доверчивые души реагируют на полную неадекватность прошлых прогнозов так, нужно больше исследований, и правительство должно что-то предпринять. Но, официальные, правительственные прогнозы, финансируемые, естественно, за счет налогоплательщиков, столь же ошибочны, как и прогнозы частных организаций. И у официальных прогнозов есть дополнительный большой недостаток, им верят легче, чем независимым экспертам, а потом, когда ошибка делается явной, вчиняют правительство судебные иски, как поступило объединение лесопромышленников, после того, как не исполнился официальный прогноз о резком увеличении спроса в 1980-х годах. Мало того, что методы демографических прогнозов ненадежны, но и статистическая база для этих прогнозов по многим странам и по миру в целом пока еще очень недостаточно. В 1992 году обнаружилось, что население нескольких развивающихся стран существенно меньше, чем кто-либо мог предположить. В 1991 году считалось, что население Нигерии составляет 122,5 миллиона. Но, по данным переписи 1991 года, оказалось, что численность населения Нигерии составляет только 88,5 миллионов. Забавно, не правда ли? Оправдана ли политика принуждения? При какой численности или темпах роста будущее человечество окажется стабильным? Этого никто знать не может. Часто приходится слышать, что в долгосрочной перспективе жизнеспособность обеспечит только нулевой рост населения. Но почему, если считается, что уже сейчас людей стало слишком много, может быть, лучше уменьшить численность населения? Почему нужно считать оптимальной его нынешнюю величину? Или его будущую численность после возможной стабилизации? Как было подмечено, концепция нулевого роста есть просто «образец легкомысленной привязанности к круглым цифрам». Вся вторая часть книги посвящена рассмотрению вопроса о том, что лучше для нас «более многочисленное и стабильное население» или «более многочисленное и растущее». Постоянно повторяя оценку численности человечества, 5,5 миллиардов, нам внушают, что нас слишком много, что столько земли не прокормить. Но ведь никто не говорит, что на земле слишком много деревьев, или птиц, или бактерий, что достаточно их число удвоит столько-то раз, и они займут все пространство. В чем разница между птицами и людьми? Мы хорошо знаем, что темп роста населения может как увеличиваться, так и уменьшаться. Во многих бедных странах, в том числе в самых больших, уровень рождаемости падает, и очень быстро, смотри рисунок. 23.6. Многие страны, в которых уровень рождаемости снижается особенно стремительно, представляют собой небольшие острова. Вполне возможно, это результат наличия там хорошей системы коммуникаций, что обусловлено высокой плотностью населения. В Гонконге всего за шесть лет, с 1960 по 1965 год, рождаемость сократилась от 38 до 3014. Громадный Китай не является островом, и его население составляет 1 четвертую всего человечества, но и здесь рождаемость в последние 1-2 десятилетия резко упала, хотя в этом случае трудно проводить сравнение с другими странами из-за политики административного насилия. Мальтусова модель, постулирующая два темпа роста, экспоненциальный для человечества и арифметический для продуктов питания, в неявном виде предполагает неизбежность стабилизации численности человечества. Но эта модель не поддерживается эмпирическими фактами. Люди и пшеница являются частью живого мира, и рост их ограничен различными наборами действующих факторов. Не существует априорных оснований для того, чтобы их рост подчинялся разным математическим зависимостям. Из недавнего сокращения рождаемости следует, что бедные страны с высоким уровнем рождаемости рано или поздно пойдут по пути богатых стран, где падение уровня смертности предшествовало сокращению рождаемости. На рисунок 23-7 можно видеть демографический переход, на примере Швеции. В развитых странах рождаемость сейчас очень низко. На рисунок 23-8 видно, что в крупнейших странах Европы уровень рождаемости не обеспечивает воспроизводство населения и темпы роста населения ниже нуля. Что будет, если такое положение сохранится? Для прогнозирования численности населения нужны какие-либо гипотезы о рождаемости в пока не созданных семьях и в уже существующих, но еще не утративших способность рожать. В прошлом, как мы видели, такие предположения оказывались зачастую крайне ошибочными. Тем не менее любопытно посмотреть, что будет, если сохранится нынешний низкий уровень рождаемости в богатых западных странах. Они уже испытывают нехватку рабочей силы, хотя причиной этого могут быть краткосрочные колебания уровня рождаемости, а не результат действия долгосрочных тенденций. Вполне возможно, что в результате долговременного роста доходов нехватка рабочей силы в богатых странах чувствовалось бы даже при достаточно быстром росте населения. Это соответствовало бы парадоксальной идее, выраженной в главе 1, примечании 2, что люди являются единственным ресурсом, который от десятилетия к десятилетию делается все более дефицитным. Отдаленное будущее непредставимо. Можно ожидать, что рост доходов будет продолжаться без ограничений. Но какую часть этих доходов люди решат потратить на рождение и выращивание детей? От чего придется отказываться родителям ради возможности иметь детей? Именно эти факторы определяют рост населения, и никто не знает, как они будут действовать. Я склонен предполагать, что рождаемость в богатых странах еще поднимется, и их население опять начнет увеличиваться. Но можно быть уверенным в том, что показанная на рисунок 22-1 простодушная экстраполяция демографической динамики последних столетий, ведущая к бесконечному умножению числа людей, совершенно нереалистична. Кто кого будет содержать? Бремя зависимости. Ключевой вопрос экономической демографии – это соотношение между численностью людей трудоспособного возраста и численностью детей и престарелых. Когда население быстро увеличивается, доля детей велика, и о них нужно заботиться, пока они не вырастут и не станут самостоятельными, своего рода капитальные вложения, которые дают отдачу только после завершения строительства. С другой стороны, если численность населения стабильна или увеличивается медленно, возрастает удельный вес пожилых, о которых также нужно заботиться. Со временем соотношение между рождаемостью, смертностью, численностью населения и его возрастной структурой изменяется. 1. Рисунок 23.9 показывает, что за последние 200 лет во Франции число жителей в возрасте до 20 лет выросло незначительно и ныне совсем ненамного превышает уровень 1881 года, при этом общее число людей старше 65 лет выросло более чем в 6 раз. 2. Хотя население мира удвоилось с 1950 года, ежегодное число умерших не выше, чем было тогда. 3. Сопоставьте большие межстрановые различия в удельном весе детей. В 1985 году 46% населения Бангладеш составляли дети в возрасте до 15 лет, типично для многих стран Африки и Азии, а в Швейцарии – только. 17% – типично для многих стран Европы. Это означает, что на каждые 100 человек трудоспособного возраста, от 15 до 64 лет, в Бангладеш приходился 91 ребенок до 15 лет, а в Швейцарии – 27. На рисунок 23.10 изображена возрастная пирамида для обеих стран. Совершенно ясно, что экономические последствия таких различий возрастной структуры населения далеко не однозначны. На основании этих данных многие заключают, что снижение уровня рождаемости способствует повышению уровня жизни. Не сложно показать, что в краткосрочной перспективе так оно и есть. Если в качестве показателя уровня жизни использовать подушный доход, то при умножении числа детей, как легко понять, величина этого показателя снижается. Однако выводы из этой простой арифметики не так уж тривиальны. Еще один ребенок означает, что на какое-то время всем остальным придется поджаться. Но необходимость оплачивать обучение, воспитание, одежду и питание для ребенка, о величине расходов мы поговорим далее, заставляет людей и организации прилагать дополнительные усилия. Поэтому при оценке времени выращивания еще одного ребенка важно различать, как оно распределяется между родителями и обществом, подробнее об этом также далее. В поддержке нуждаются не только дети, но и старики. Со временем это бремя существенно усилилось. 1. В 1900 году только 4% населения США были старше 65 лет. В 2000 году людей этой возрастной категории было 13%, а в 2020-м 17%. 2. Доля мужчин трудоспособного возраста, от 15 до 64 лет, составляла 70% в Швеции в 1940 году и 52% в Бангладеш в 1985 году. Иными словами, на одного неработающего в Швеции приходилось двое работающих, а в Бангладеш – только один. Но и это еще не все. В США расходы на поддержку одного пенсионера существенно выше, чем на одного ребенка. И дело вовсе не в продуктах питания, что было проблемой для традиционных обществ в прошлом. В современном обществе очень дорого обходится медицинское обслуживание пожилых, намного дороже, чем медицинский уход за детьми. Пожилые, в отличие от детей, много путешествуют. Если не считать услуг системы образования, пожилые практически во всех сферах жизни потребляют существенно больше товаров и услуг, чем дети. Увеличение числа пожилых людей и повышение уровня их жизни создает немалые экономические и финансовые проблемы. Американская система социального страхования пережила уже несколько серьезных финансовых стрясок. В будущем американским рабочим придется выплачивать в пользу системы социального страхования еще большую долю своих доходов, чем ныне. Даже дефицит бюджета США можно рассматривать как некий результат сложившейся демографической ситуации. Если бы у нас сейчас сохранился такой же уровень смертности, как в 1900 году, выплаты пожилым были бы крайне незначительны и никакого дефицита бюджета просто не создалось бы. Точно так же, если бы сохранился такой же уровень рождаемости, как в период бэби-бума в 1950-х годах, в стране было бы больше тех, кто работает и платит налоги, и бюджетный дефицит был бы существенно меньшим или нулевым. Единственно доступное сегодня решение – это иммиграция, которая сдерживает рост дефицита и позволяет избежать увеличения налогов или сокращения пенсии. Для тех, кто работает сейчас, сокращение рождаемости означает уменьшение числа людей, которых приходится поддерживать. Но это же означает, что, выйдя на пенсию, они окажутся относительно более тяжелым временем для общества, чем сегодняшние пенсионеры для ныне работающих, так как будет меньше трудоспособных людей, могущих их поддерживать. Эта обоюдоострая проблема зависимости является одной из главных тем всей книги. Краткосрочное воздействие данного демографического фактора обычно бывает противоположно его же действию в длительной перспективе. Принимая решение о желательной демографической структуре общества, нужно решить, что для вас важнее – ближайшие или отдаленные эффекты. А для этого нужно решить, кто будет платить, а кто – получать. Грядет сокращение плотности населения. Чем больше людей живет на земле, тем выше плотность населения, то есть число людей на единицу площади. Но этот простой показатель редко бывает разумным или полезным. Важнее другое. В последние десятилетия сельские районы США теряли население, и в 1986 году в штате Айова число детей в возрасте до 5 лет было меньшим, чем в любой год после 1900, между 1960 и 1980 годом их число сократилось на треть. Сельские жители перемещаются в города. И жители Айова это тревожит, потому что получается замкнутый круг, чем меньше жителей остается, тем меньше экономические возможности у оставшихся и тем сильнее стимулы к отъезду – нечто прямо противоположное теории Мальтуса. Продолжающаяся концентрация населения в больших городах может означать, что из-за понижения трудоемкости сельскохозяйственного производства абсолютное число людей, обитающих на, скажем, 75% земной суши, будет сокращаться, при том, что численность человечества будет и впредь расти. Похоже, что предела этому процессу не предвидится, смотри главу 6. Вдумайтесь только, между 1950 и 1985 годом плотность населения на 97% территории США сокращалась, и будет сокращаться и впредь. Вывод опирается на следующие подсчеты. Численность населения, живущего за пределами крупных городов, уменьшилась от 66 миллионов в 1950 году, 44,9% населения, до примерно 59 миллионов в 1985 году, 23,4% населения. Иными словами, если не учитывать примерно 3% территории США, занятой крупными городами, общее население страны уменьшилось, смотри рисунок. 23,11. Оставшиеся жить в сельской местности чувствуют, что соседей делается меньше. И нет оснований предполагать, что эта тенденция сменится противоположной. За 100 лет суммарная площадь городов, может быть, и вырастет, скажем, до 6%, но плотность населения остальной части страны будет, как и прежде, сокращаться. Та же самая тенденция действует и в других развитых странах, смотри рисунок. 23,11. Плотность населения крупных городов, скорее всего, будет расти, но при любой плотности возможности индивидуального выбора, жить в городе или в пригороды, также возрастут. Еще важнее то, что реальная, психологически и физиологически значимая плотность населения определяется величиной жилых и рабочих помещений на одного человека. И этот показатель, благодаря преимущественно многоэтажному строительству, ставшему возможным в силу прогресса технологий и роста доходов, непрерывно увеличивается, смотри главу 6. Эти аргументы, конечно, не по душе тем, кто называет себя защитниками дикой природы и хотел бы, чтобы только они одни остались жить на земле. Такие реки, как Хула-Хула и Конгакут, утратили первобытную нетронутость, говорит Джордж Гейм из компании «Приключения на реках Аляски», которая организует туристические туры, вы не получите того, что здесь искали, если придется путешествовать с 20 попутчиками. Интересно, каково «оптимальное» число туристов? 100, 10, 1, 0, а может быть, нужно предоставить монополию на «Организацию туризма» компании «Приключения на реках Аляски». Организация «Нулевой рост населения» в своих рейтингах качество жизни в американских городах исходит просто из того, что чем больше населения, тем хуже. Поэтому не удивляют такие, например, высказывания о небольших, не знающих экономического и демографического роста городках. Олбани, штат Нью-Йорк, претендует на первое место по уютности. Возникает общественное настроение, подталкивающие мэра Феникса, агрессивно требовать мер контроля над ростом населения. Можно только изумляться, каким образом журналисты такой первоклассной газеты, как Wall Street Journal, дошли до того, что разделяют подобные взгляды. Видимо, им очень хотелось поверить во все это, а потому в главах 38 и 39 мы займемся обсуждением вопроса о личных ценностях. Резюме. Катастрофические сценарии будущего, когда на Земле останутся только стоячие места, предполагают, что события развиваются неумолимо и находятся вне контроля. Но факты не подтверждают такого представления о мире. Численность населения ограничивают не только войны, голод и болезни, но и множество экономических, политических и социальных сил. Рассмотрением этих сил мы займемся в следующей главе. Обобщающие показатели способны ввести в заблуждение, даже если они верны некоторые следствия действующих долгосрочных тенденций, такие, как обостряющийся в мире дефицит рабочей силы и уменьшение плотности населения на большей части территории развитых стран, производят странное впечатление, будучи предъявленными вне контекста. Субтитры создавал DimaTorzok